Примерно 100 тысяч человек, сегодня работающих на предприятиях, вольются в народное ополчение ДНР и ЛНР, потому что им просто некуда будет деваться. АБСЕ сказала очень неприятные слова. Она сказала, что в эскалации конфликта виновны обе стороны. Я понимаю, что это не модно, что можно там кричать что угодно, но либо мы верим какому-то хоть органу, например, АБСЕ, или нет. Нам надо самим решить, что мы хотим. Поэтому, к сожалению, я думаю, что нам надо понять вообще, что мы хотим в этом конфликте. Нам надо понять, чего мы хотим добиться. Я думаю, что действия власти, кстати, были достаточно адекватны. Просто вопрос в том, что мы сами, еще раз повторяю, хотим от всего этого. Мы хотим на Донбассе мир? Мы хотим де-факто оставить за собой землю? Или мы хотим помириться? Что мы хотим? Минские соглашения нас вынудят, я еще раз повторяю, хотим или не хотим. В Минских соглашениях написано амнистия, экономические связи, д, 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 и можно дальше продолжать. В состоянии ли это власть сегодня сделать? Нет. Нет, она раскрутила тот маховик ненависти, который остановить просто так нельзя. И поэтому я думаю, что, к сожалению, глубокому не так все просто. Но, но, знаете, в чем есть тут большой оптимизм? Я думаю, что то, что в какой-то мере западная поддержка стала не столь однозначной, нам на пользу. Потому что мы будем более трезво смотреть на ситуацию и понимать, что нам самим поможем только мы сами. Это очень вообще важная позиция, когда мы знаем, что нам самим могут помочь только мы сами. Нам давно уже надо не смотреть на Америку, на Россию, на Европу. Нам надо понимать, что украинским вопросом, в процветании Украины, в процветании наших городов, только одна есть заинтересованная сторона. И зовут ее Украина. Вот, а все остальное это эфемерно так, знаете. Поэтому ситуация Авдеевки-Лакмусова, сегодня я думаю, что достаточно адекватные, повторяю, действия были власти, более-менее. Но, тем не менее, вмешиваться в это не надо. А вот насчет чего бы я собрал, и о том, что поменялась ситуация, по которой нас в мире оценивают. Вот это важно. Давайте телефончик, звоночек у нас. Слушаю вас. Звоночек. Слушаю. Алло. Да, вы в эфире. Алло, алло. Да, да, вы в эфире, слушаю. Пан Рабинович, добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер, пан Рабинович. Добрый вам, давайте. Мне стекают вопросы. Как вы относитесь к Доставченко, только что была ее передача? Это патриот Украины, или это засованный козачок от России? Я вас понял. Вы знаете, вот я помню, как каждое заседание Рады начиналось с того, что в футболках с Белой Надей там пели песни, говорили, что без Нади нам не жить. Приходили на трибуну, говорили, у нее уже все, значит, голодные спазмы. Вот. Потом я помню, как ее встречали в аэропорту, все падали, все с цветами, к президенту, Тимошенко. Ну, в общем, сами понимаете, икона. Потом она что-то не так сказала, как нравится и иконе, и власти, и кому хочешь, в нее начали кидать камни, рассказывать. На самом деле она такая, как есть. Я очень хорошо отношусь к Надежде Савченко, я считаю, что это человек со своим мнением, пусть ее мнение расходится с моим, ну и что. Так для этого там и собрали не одного там попку дурака, а разных. То примерно 100 тысяч человек, сегодня работающих на предприятиях, вольются в народное ополчение ДНР, ЛНР, просто им просто некуда будет деваться. Скажите мне, какой, как это мягче сказать, баран придумал то, чтобы добавить 100 тысяч людей в противостоящие нам военной системе? Кто этот человек, о чем он думает? Во-вторых, скажите мне, пожалуйста, о какой энергетической независимости мы говорим? Я слушал премьер-министра, нам когда, знаете, он рассказывал, что уже почти вообще не берем ничего, уже все, у вас платежки высокие, платите вы в пять раз больше, но вы не волнуйтесь, зато мы ничего не берем у России. И под лозунгом вот этим патриотическим нас ограбили с платежками. Сегодня мягко, так знаете, говорят, ну да, ну вот видите, а мы без них не можем. Без газа не можем, без угля не можем. А зачем вы поднимали нам эти платежи? Зачем вы кричали, что вы берете угол в Южной Африке? Зачем вы кричали, что вы берете газ в Европе? Что происходит? Больше того, скажу вам потрясающую вещь, которую я читал перед эфиром. Глава нефтегаза, Коболев, обратился к нам, к парламентариям, с просьбой засекретить цену, по которой покупают они в Европе газ. Что это происходит вообще в мире? 25 лет ничего не секретили. Супрун просит засекретить и уже засекретила, как она решила, лекарственные, сколько, почем она покупает лекарства. Коболев, почем он покупает газ? Мы что, вообще какие-то безголосые бараны в стране, только должны каждый раз повышать цены нам платежек. А когда мы спрашиваем, а в чем дело, они говорят, засекречено. От кого засекречено? От народа засекречено? Или отсекречено от конкурентов, которые у тебя там откаты? Что вы секретите? Поэтому блокада это безумие. Блокада это глупость. Когда взрывают на нашей полосе железнодорожную полостью и рассказывают, что мы патриоты, то это называется террористы. Если кто-то может обчинить это иначе, вперед. Поехали, работаем. Знаете, у вас вопрос как был двоякий. С одной стороны, это оружие, с другой, что вообще надо разрешить. Я за то, что в стране разрешалось максимально возможное количество всего. То, что не противоречит здравому смыслу и какой-то человеческой логике. В остальном, надо это все делать, причем не бояться. И это очень важный инструмент для развития жизни. В том числе и какие-то, может быть, менее популярные вещи и так далее. Что касается оружия, вы знаете, у меня есть сомнения. Сомнение мое заключается в следующем. Сегодня и так очень много оружия, а люди неадекватные. Сегодня бесконечно мы видим, как вчера или два дня назад какой-то помощник прокурора достал пистолет и начал стрелять в потолок в ресторане. Причем результатом, чтобы всех там арестовали, я не слышал. У нас каждые 3-4 часа мы имеем сводки с оружием. Мне кажется, что сегодня в травмированной стране легализация оружия это немножко рановато. Это мое мнение. Спасибо. Работаем дальше. Вы знаете, хороший вопрос. Ну, во-первых, оружие у меня есть. У меня есть оружие, я имею два охотничьих ружья. И, вы знаете, я вынужден признаться вам, что у меня тоже есть наградное оружие. Правда, не от этой и не от предыдущей власти. Я был награжден Службой безопасности Украины вместе с орденом. Я, наверное, единственное гражданское лицо в нашей стране, которое получило орден за хрест доблести первой степени СБУ. Написано так, за помощь государству Украине. А дальше я ничего вам рассказывать не буду. Это было еще при Наливайченко. У меня есть пистолет, форд украинский, очень хороший. Я раз в две недели езжу, стреляю. Стреляю хорошо. Я бы даже сказал, слишком хорошо. Так, 9, 10, 8, где-то так. Что касается того, кого надо награждать и нет. Ну, во-первых, я согласен с ним. Вот пять пистолетов выдано Национальному банку. Это правильно. Гонтаревой, ее замам, надо дать пистолет. Потому что еще недели, две, три, четыре правления этого Национального банка. Я думаю, что кроме вот этого у них ничего не останется, как отбиваться от народа. Потому что то, что они творят это вообще. Что касается 111 депутатов, которые получили. Ну, видите, каждый четвертый депутат у нас оказывается чем-то вооружен. Я, знаете, с гордостью ношу свой наградной пистолет. Потому что получил его за дело, а не за то, что улыбался там или на трибуне что-то говорил. Я с гордостью ношу его, потому что мне его не вручали никакие Януковичи, никакие нынешняя власть. Он был, так сказать, все-таки раньше. Но, вы знаете, все же я повторю то, что только что сказал ребятам с Майдана. Мне кажется, что сегодня в нездоровой обстановке, когда народный депутат может выйти с машины и пострелять немножко там в проходящего прохожего, и при этом он считает, что у него все хорошо, я бы оружие им не давал. Потому что, ну, неадекватные очень уж люди в этом парламенте. В всяком случае, знаете, всегда надо получить справку о психиатрическом здоровье для того, чтобы ты имел оружие. А вот насколько честно они получали справки, тех, кто я вижу сегодня с оружием ходят, у меня большое сомнение. Я думаю, что они один здоровый такой, ну, честный психиатр им бы справки не дал. А что мы с вами делаем? Вооружаем психически больных людей. Мы же не знаем, что они будут делать. Один в ресторане стреляет, один на улице, третий, еще что-нибудь. Поэтому, господин Аваков, будьте тщательны в подборе оружия. Работаем. Ну, вы знаете, я, опять же, я лучше вместе с вами проанализирую ситуацию. Две недели назад вступившие в свою должность глава ОБСЕ, австрийский, представитель Австрии, показывали его вместе с Климкиным. Они ходили там на линии разделения огня. Мы говорили-то о том, что вот насколько вот действительно хороший человек пришел, он понимает наши проблемы. Был общий энтузиазм, наконец Европа нас услышит. Вчера заявление, опять-таки, этого замечательного австрийца о том, что надо постепенно снимать санкции с России. Тут же есть заявление наших людей о том, что какой он недалекий. То есть вы понимаете, какая у нас проблема? Мы хотим весь мир заставить смотреть нашими глазами на нашу ситуацию. Это недальновидность, это неправильно, это глупо. Когда я сам буду считать, вот как я считаю, должен мир считать, такое было. Такое было при Ющенко, когда я приезжал в Краково, весь мир кричал от счастья, когда мы заходили там и видели жопто-блокитные стрички. Но мы про это, знаете что, про вот это, да, профукали эту ситуацию. Теперь, в начале, после революции, которая была здесь, то же самое было в мире. Был какой-то всплеск доверия к нам, все хотели верить каждому слову. А сейчас вот как-то я езжу за границу и, к сожалению, мне неудобно это говорить, но вокруг одна зрада. Во Франции зрада, в Германии зрада, в Австрии, видите, вот опять зрада. То есть, кругом они все зраджуют нам, а нам надо понять другое. Никто за нас, нашими интересами жить не будем. Люди, очнитесь, которые вот эти у власти, которые руководят МИДом, которые руководят Кабмином, очнитесь. Никто не будет за вас строить нашу страну, никто будет защищать ее не будет. Поэтому санкции, я считаю, сегодня полезны с точки зрения того, чтобы нам был нужен мир на Донбассе. С санкциями, без санкций, нам нужен мир на Донбассе. С санкциями, без санкций, нам нужно добиться того, чтобы остановить эту войну, чтобы не гибли люди. И экономику, повторяю, поднять нельзя. А заинтересованных в этой бойне надо гнать поганой метлой, потому что они ведут нас туда, откуда нет выхода, они это понимают. И сейчас этой весной будьте очень бдительны, люди, очень бдительны, чтобы нас не втянули опять в какую-нибудь паразитическую историю, потому что отступать им некуда. Смотрите, вот опять-таки, мы начинаем думать, вот священники нам помогут, скорая помощь нам поможет. Давайте вместе останавливать эту войну. Все зависит от нас, люди. Вот мы все время забываем одну важнейшую, самую главную вещь. Нас били в голову сначала одни, потом в другие. Власть в стране принадлежит народу Украины. Власть в стране. А власть называют вот этих проходимцев, которые наверху нами управляют. Они не власть, они нанятые нами менеджеры. А власть это мы. Вот и вся разница, которую надо в голове повернуть, тогда и войну остановим, и экономику поднимем. Работа. Вы знаете, я обычно негативно всегда оцениваю почти все действия нашей власти. Но я должен вам сказать, что в ситуации с Трампом они как бы сыграли неплохо. В том абсолютном неприятии Трампа, который был в начале. В том абсолютном неприятии Украины, который они сами создали, когда поставили все свои дипломатические, политические, другие варианты. Все поставили на Клинтон, которая проиграла. Я думаю, они сумели все-таки вернуть какие-то вещи назад. Это очень важно и правильно.